Друзья, добрый день! Здравствуйте! У нас 9 января и дождь, представляете, не мая. Плюс 16 погода у нас, но дождь, пасмурный и дождь, и завтра он тоже будет, послезавтра только солнышко. А сейчас мы идем в конец, в комплекс Альби, и мы у нас пригласила наша подписчица и подруга Марина на пельмени. Так что мы идем на обед покушать пельмени. Заодно покажем, как ей застеклили балкон. Она расскажет, какие там были мучения, если захочет. В общем, все покажем, идем. Что-то будет интересное по дороге, конечно, обязательно вам покажу. Дождик небольшой, знаете, то пойдет, то перестанет. Периодичность. Но тепло. Неделя вот там до Нового года и неделя после Нового года были просто фантастически теплые. Повезло те, кто приезжали. Да, на это время можно было и купаться, и даже просто полежать, позагорать. Купаться это относительно? Ну, кто-то купался. Друзья, идем мимо по Барбароса. Хотел показать, что дождь. Вот смотрите, в горах. Такие темные тучи дождь. И вот эта река, которая здесь, я показывал, она всегда была маловодная, такая не была практически. Сейчас дожди идут с гор. Смотрите, как течет. Посмотрите, что творится. Она прям большая полноводная река. Такого, правда, цвета кофе с молоком. И все это идет в море. И вот там, где выходит она в море, знаете, такое большое-большое пятно вот такого же цвета. То есть, всю эту грязь, она глину вот эту несет в море. А мы идем дальше. Вроде и солнышко пробивается. Вроде так посветлело. И тут же дождик капает. Такой мелкий. Здесь от GBG-8 делают ресторан какой-то куриный. Видите, будет два этажа. Долго стояло, ничего не делали. Видно, нас ждали окна эти. И будет, видите, уже практически почти готово. Будет такой большой какой-то куриный ресторан. Ну, пока, да, в чем мы поесть. Мы любим обязательно. Ну, мы идем вперед. Нам надо еще зайти. Мобильный интернет оплатить. Дошли мы до часов, друзья. Смотрите, над морем такие тучи. Ну и солнце тоже проглядывает. Так здорово. Погода такая. Дождик вроде накрапывает. Погода интересная. Друзья, сходил, поменял денежку. Курс 32, кума 3. Вообще, слушайте, летит лира. Наверное, турки правы. Это наш узель говорит, что, скорее всего, в марте после выборов лира будет 48. Ну, почему-то среди турков такое уходит. Мнение. Не знаю. Время покажет. Интересно. Был опять дождь, друзья. Мы так быстро подошли сюда, где живет Марина. К этим домам. Альбима Лофт. Пойдемте, покажу немножко. Мы уже много раз их показывали, но все равно приятно туда ходить. А, кстати, у них такая охрана хорошая до сих пор. То есть просто так туда не пройдешь. К кому идешь, куда, документ. Здесь вот место, где мы воду переделали. Асад Махмутлар. Туда идет Ататюрк. И здесь вот Сигурта. Здесь страховку можно было сделать. А мы поворачиваем туда вот налево. И вот там уже будут видны Альбима Лофт там в конце. Туда у нас, друзья, улица Ататюрка. Может, кто-то здесь жил, ходил. Будет приятно увидеть. Практически вот самый конец. Она уже почти начинает туда поворачивать ближе к Барбаросу. Рынок сегодня не весь задействован. Тряпочных отделов нет. И вот он, Альбима Лофт. Мы быстро дошли. Да, кстати, Ира говорила. Не знаю, слышно было. Нет рынка. Мы шли мимо рынка. Сегодня вторник вторничного. И вот где вещевой рынок, практически никого нет. Эта улица вся пустая. Ну, то есть сегодня дождь, плюс не сезон. И я думаю, что они решили не разбирать бесполезно. Что-то есть там, где фрукты, я думаю. Но не весеренно, как летом. Он очень большой. Вот эти Best Life дома мне нравятся. Тоже они так симпатично сделаны. Смотрятся у них балконы. Такие небольшие, правда. Но так кованы. С ковкой такой смотрятся хорошо. Ухоженные. Это Best Life 4. А здесь не убрали вот этот срач. Неизвестно сколько он будет. Ну да. Дорогу сделали, Рогета. Здесь, видите, непонятно что. Как был срач, так и остался. Но дорогу сделали. Видите, мы ходили раньше. Здесь такая пыльная была дорога. Сейчас она сделана хорошо. Мы подошли к Альбиму. Вот видите, Маринина. Маринин балкон. Она его застеклила какой-то из этих. Пойдемте наверх. Ну, плохо видно. Вон Марина там в окошке машет, да. Застекленного балкона. Довольная. Все, идемте к ней в гости. Альбиму лофт. Да, теперь здесь, слушайте, с этим асфальтом вообще другое дело. Как приятно. А над горами, смотрите, как там вообще чудо. Как в Гималаях. И вот вход у нас. Может кто-то здесь жил или живет. Приятно будет увидеть свои дома. Да, наши папа сейчас тоже живут на четвертом этаже Татьяна. Марина за нами идет. Я же говорю, сюда ведь у них будка. И сюда не пройти. Тут прям как банк. Привет, Марина. Здесь хорошо на охране. Видите, только с ней нас пропускают. Собачка сушит. Привет, дорогая. Привет. Привет. Сельвит на горы, конечно, поражает. Классно. Вообще, такой хороший комплекс. Мне нравится внутри. Все ухоженно. Бассейн большой, хороший. Два, кстати. Один вот за этим домом турецким. Это два дома как бы для ебанжей. И один дом турецкий. Там, кстати, другие квартиры, а не больше. Ну, как нам жители сказали. Там вот у них бассейн. Там мы заходим в этот комплекс. Все чисто, красиво. Можно посидеть. Здесь ресепшн. И с этой стороны можно посидеть с кем-то встретиться. Все, идем в лифт. Вот это мне нравится. Я уже говорил, подсветка внизу под ноги. Очень здорово смотрится. Единственный минус, конечно, что обои на стенах. Вот это вот поклеенные обои. И вот видите уже, что доходят и здесь зирают. Вот это единственный минус. А так здесь красиво. Вот такие перила. Только на втором этаже. Лифт тоже. Шикарный, большой. Красивый. Мы уже были у Марины. Просто были, когда еще был балкон не застеклен. Заходим. Башмаки. О, пахнет вкусно. Ну, сразу балкон посмотрю. У тебя, слушай, так тепло. Ну, вообще-то у меня все время открыт. О, ну, смотрите-ка. У нее застеклен полностью. То есть, большие окна. От пола до потолка. И все застеклен. Ну, конечно, застекленный здорово. Если еще повезти за наветочки, то будет вообще как бы уют. Приятный. Вид такой. И выход с балкона в другую комнату. Марин, она показывает, как сейчас хорошо открывает щекло. Но она намучилась, собственно-то. Ей делали-дел. Ей еле училась. Делали-переделывали что-то там. Да, и, кстати, Марин, когда ставили, одно же стекло уронили, да? Да, слава богу, у меня тут не было. И слава богу, что внизу никого не было. Что там такая. Никто не убила. Да, никто не лежал. Смотрите, вот это большое стекло одно, оно упало вниз. Его выпустили из рук. Оно улетело. Конечно. Я этого мастера вызывала сюда раз пять, наверное. Он мне показывает, он уходит, у меня ничего не идет. Потом я уже научилась. Это стекло... Но все равно, что-то было там, ты говорила, неправильно. Да, вот кусочек был. Вот этот кусочек, который мешал внутри. И потом он мне говорит, не бойся ничего. И берет стекло, двигает, и стекло начинает на него выпадать из тех базы. Оказалось, что они их не докрутили. Сколько ты заплатила за это остекление? 1450 евро. Так, вот этот балкон. Ну, а это у тебя... Для кусочек надо вот это стекло... Сейчас, подожди. Сюда подвинули. И тогда откроется следующий стекло. Ну, достаточно. Мне уже страшно. Они такие большие. Нет, ты уже научилась. Короче, намучилась бедняга с этим остеклением балкона. Зато сейчас знаю. Теперь зато в курсе. Такой страхчик. Не, ну, понятно, ты маленькая, стекла огромные, да, и поэтому... Нет, немножко не до конца. Мне аж страшно. Такие огромные стекла и такая малюсенькая Марина. Она довольна, да, наконец-то. Эта квартира, как она ждала. Мы просто знаем, и мы же, когда Марина купила только, да, еще познакомились, только еще на стадии... Тогда мы строили. На стадии проекта. По-моему, котлована ты купила. Тут мы ходили, тебе показывали, тут рыли котлован. Да, ой, это большое. Весь этап был под присмотром. Папа тоже мимо пошло, боком, боком пошло. Боком, да. Надо туда чуть-чуть поджарить. Да, надо немножко столкнуть. Вот, видишь, ты уже спецреалист. Все. Я об этом и говорю. Ужасно. Самое главное, ты довольна, видишь, и все хорошо. Ну, а, конечно, и от пыли, и от дождя, и от солнца. В том здании живут тоже наши подписчики, Татьяна и Сергей. Вот у них тоже застекленный балкон у них тоже, вот, напротив. Кстати, Сергей, да, приходил ко мне, он тоже не мог сделать. И тоже сказал, я не буду даже с этим связываться, иначе... Ну, если там, видишь, не докручено было и что-то лежало, поэтому... Кусочек вот лежал, да. Марина нам накрыла стол. Смотрите, у нас даже помимо пельменей еще будут крылышки, а мы пришли-то на пельмени, пельмени она делает просто великолепные. Да, это очень в рауне, без муки, без сахара. Это нам подходит. А, брауне, без муки и сахара, это что-то новое. И суп тыквенный, да? Суп тыквенный, да. У нас сегодня диетический тыква, там тыква, морковка и лук. Такое, как детское питание, я обожаю такие вот суп-пюре. Пельмени, пельмени, Ирочка. И от того, что... Вот, а вот они. Ящики, волшебные. Марина делала сама, мало того, что пельмени, тесто делала сама, и пельмени делала сама. Короче, сейчас попробуем. И свинину везла из Германии. Да, кстати, пельмени со свининой. А она только свинина? Свинина с говядиной. Свинина и говядина. Представляете, как нам повезло с подписчиками. И Ирине, и Сергею в Германию тоже большой привет, ребята. Ну да, они вообще рукоделие, вообще, так готовят-то просто фантастически. Лишь бы, лишь бы в радость. Ну да. Марина, да, вяжет сама. Вчера кофту я ее связала. Она его пересунку, увидели, сумку связала, Ира ходит с этой сумкой вязаной. Ну, она мне ко всему подходит, и я очень полюбила эту сумку. Поддезигуал это, как ремень, такая сумка вместительная, все актуально. Да, как мы любим, да, что вместительная. Положил, так уж все с собой. Вот такие люди живут в Германии. Молодец. Мы тебя поздравляем за стекление балкона. Закончились твои мучения и с мебелью, во-первых. С мебелью, кстати, она тоже намучилась. К сожалению, мало успеваю попользоваться. Ну да. Послезавтра уже, да, уезжаешь? В пятницу. В пятницу. Сегодня вторник. Будут еще и солнечные дни, там я как раз посмотрела. В четверг, по-моему, да. В четверг появится солнце. Друзья, торт не выдержал, взял, снял прям, потому что торт без муки и без сахара. А что, вот, слушайте, вкус, вот реально я один кусок съел, вот он реально брауни. Мы решили у Марина спросить разрешение, она подарит вам рецепт, ловите. Ну, это не совсем мой рецепт, но это просто правильное питание. Два яйца, два банана, чайная ложка соды или разрыхлителя и от 20 до 40 граммов какао, кому как нравится. Все, все это смешивается в духовку на 40 минут. А смешивается блендером, да? Да, или блендером, или миксером, чем угодно. И вот в такую вот, как у нее, вот там серенькая есть. Да, в форму какую-то. Да, в форму и в духовку все. Ну, это вот порция вот здесь двух яиц. Можете с двойца, два банана. Увеличивать он тогда будет выше. Ну, очень вкусно. Это вот как бы, ну, на двоих такая порция, на троих. На троих достаточно. Главное без сахара и без муки. Это что вообще нахуй. Полезное питание. Спасибо, Марина. Все, нападаем. Кушайте на здоровье. Спасибо, Марина, тебе большое. Пельмени были шикарные. Вообще все было очень вкусно. Спасибо. Пельмени просто огонь. Еще и с собой дали. Вот это да. Да, мы пойдем купаться. Да, дай Бог, чтобы чаще встречались. Ну, у них, видите, здесь работает. У вас постоянно или как работает ваше это? С горником, да? Нет, три раза в неделю. А, то есть баня, хамам, а бассейн тоже три раза в неделю? Тоже три раза в неделю. Кручее. Ясно. А сколько у вас айдат? 65 пока. 65 евро, да. Ясно. А то, как увенечить. Ну, у нас нет теплого бассейна и у нас нет хамама, да. У нас 30 евро айдат. Ладно, спасибо, дорогая. Все разное хорошее. Пойдем на улицу потемнело. Друзья, мы от Марины идем пешком. Все-таки дождик то есть, то нет, сейчас его нет. Включился, ну, ночной махмутлар. Включился вам показать, как котики ютятся. Да, милота. Слушайте, на мотоциклах, на мотороллерах. Все бы хорошо. Они потом, правда, портят сидение. Знаете, как благодарность, так как тями дерут. А как мило зато сидят. Вот здесь такое бюро стоят мотороллеры. И на каждом из мотороллеров сидятся эти котики. Так миленько устроились. Видите, как красиво. А что им сухенько, они под крышей. Приятно. Молодцы. У них еда поставлена, питье стоит. Ну, а мы идем по зажливому махмутлару. Друзья, добрый день. Здравствуйте. Суббота у нас. Погода хорошая. И какой, 13 января. Всех, да, со старым Новым годом. Только русские отмечают такое. Нигде в Европе не отмечается, да. В общем, всех с Новым годом, с новым счастьем сегодня. А мы вышли в обед. Знаете, у нас закончилось это масло Ши или Чи. Как оно называется? Правильно. То, как называют. И мы пойдем, решили все равно. Надо погулять, походить. Решили проехать до Тосмора на автобусе. А там пройти пешком до вот этой Нателлы. Помните, которую я вам показывал, где продаются масла. Нателла и Али. И Али, да. Кто занимается травами, маслами. Хотим купить творог и хотим купить вот это масло Ши. Нам надо. Закончилось. Мы уже привыкли на нем жарить. Хорошо. Раньше в Мигросе оно было. Сейчас посмотрел, в Мигросе нет. Уже несколько дней хожу, смотрю, но нету. Реально давно его нету. Я там брал две баночки. Но нам не крюк прогуляться до них. Ну а что, погода хорошая, пройдем. И оно в два раза дороже в Мигросе. То есть маленькая баночка вот такая. Ну такая маленькая будет стоить такая же, как у них. Как у них большая. Так что идем. Что-то будет интересное. Все вам покажу. Там интересно. Мы решили от Тосмора пройтись пешком туда вот. По этим дорожкам. Так что все вам покажу. Там интересные красивые места. Может к реке подойдем. Здорово будет. Идем. Идем сейчас на автобус. Погода такая ведь у нас непонятная. С утра было вообще солнце. Солнце. Не было вообще облаков. А сейчас немножко с стран морю. И какие-то там темные тучи идут. Но дождь вроде не обещают. Здесь вообще прогноз такой довольно-таки точный. Я вот обратил внимание, что телефон что показывает. Абсолютно редко когда не совпадает. Абсолютно точно в общем-то. Прогноз абсолютно точный. Это здорово. Ну да, немножко. Но в основном точный. Субботняя Барбаросса. Спокойная. Видите, машин нету. Можно посмотреть прям так вдаль. Ира села на остановочке и говорит, приятно, нежное солнце. Она такая нежучая, нежненькая. Я такой бабулька и грею. Черепахой так угреюсь. Так уютненько. Не жарко. Так хочется. Вот сейчас хочется подставить спину, лицо. Это вот такой период редкий. Наверное, может пару-тройку месяцев, когда хочется погреться. А так в основном хочется в тени и в кондей. Здесь у нас детский сад. Нар называется. Это частный детский садик. И там вот это Макбер кафе. Там у нас уже Кестель. Это вот гостиница Sunstar торчит. А здесь Fibonet. Туда мы ходим платить за интернет. В общем-то интернетом я теперь доволен. Хорошо очень работает. Без всяких сбоев. Я рад. Вышли мы, друзья, в Тосмуре на остановке. Сейчас идем возле реки. Немножко шумно. И перейдем реку на ту сторону. И пойдем вправо в сторону гор. Вот здесь как у нас полноводно. Это Тосмур район. И мы вот пойдем в ту сторону. Вот здесь прямо на границе двух районов мы повернем сюда. Пойдем вниз. Слушай, да там гуси так кричат. Ира, правильно, как в зоопарке. И пойдем вниз на набережную. Вдоль реки. Я неоднократно ее уже показывал. Но набережная клевая. Здесь так гулять вообще просто, ну, здорово. Другого. Вспоминания от наших любимых молодых. Мы тут вместе ходили. Миланочку за ручку вела. Да, четыре года назад. Ручения я читала тут. Не горжусь этим, нет. Когда мы покупали квартиру четыре года назад. Дима, Аня. Тут мы шли на море. Вот такая у нас набережность. И как смотрится она хорошо. Помоечки поставлены. Все чистенько. Но с другой стороны я показывал тоже набережную. Там она с мангалами. Это со стороны района Кестель. Вон наши гуси плавают. Давайте выйдем. Кто-то их потревожил. Такой крик подняли. Такой шум прям. И нас видят. Смотрите, к нам прут. Думают, мы кормить будем. А почему нет? А, у Иры что-то есть, посмотрите. У меня припусено хлебушек. Какой срач. Припуси, припуси. И там другая партия. Вода. Видите, сколько много в реке. Воды полноводная. Дожди идут и сбрасывают. Давай дойдем. Гуси, гуси, гуси. Ну, кидай-то не в кусты. Да я не в кусты. Гуси. Они прямо ждут. Гуси, гуси, гуси. Гуси, гуси. Гуси, гуси. Слушайте, ну жизнь у них здесь классная. У них здесь вообще врагов нет. Кормят, мало того, что кормят, еды в реке полно. Они такие, видите, красивые, откормленные, холеные такие. Рыжие носики и черные. А на другой стороне, видите, ребята, что я говорил, мангалы. Вот первый мангал занят, столик занят. Много свободных, сильнивых. А, сегодня суббота, кстати, но видно прохладно. Как гомон подняли. О, как ныряют. Слушайте, ныряют прямо под водой. Что-то разодрались. Разодрались. Ну что, друзья, весна скоро. А мы идем вперед по этой набережной. Красивые виды. Инжировые деревья, видите, полностью лысые. То есть по новой будут потом листья. Все остальное зеленое, красивое. Друзья, мушмула. Все ведь уже зародышит. Сегодня у нас 13 января и уже, видите, она отсвела и маленькие уже такие мушмулята пошли. Здесь на реке небольшая кафешка. И посмотрите, друзья, 13 января, какие розы. Ух, они выше меня ростом. Розовые розы, красота. Смотрите, их много. Невысокие. Еще много бутонов, которые нераскрытые. Ира зовет там что-то увидела. А там внизу, знаю, курочек разводит. Хозяин, наверное, кафешки. А, гуси тут тоже стоят. Вышли. Ну, как дружненько они. Вышли. Смотрите, какие они жирные, красивые. Один вон там стартанул куда-то. Ну-ка. На переговоры ее, говорит, полиция. А эти здесь стоят два красавца. И много, смотри, курочек черных. Здесь их кто-то разводит прямо вдоль реки. Курятник. Вот, ну, куся к тебе пришла. Какая снималась, кошечка пришла. Тихотяк. Такая полосятая. Такая красивая. Не худая. Нет. Такой вид реки в сторону моря. Непотично смотрится. И в сторону гор. Здесь такая старая терраса. Видно, было кафе. Что-то четыре года назад это все было раздолбано. Так никто ничего и не строит, не покупает. Все это так разбито. Видно, раньше была кафешка какая-то здесь вдоль речки. Но набережная идет еще вперед. И мы пойдем. Здесь набережная закончилась. И мы пойдем вперед еще по речке. Пешком я здесь ходил один раз. Вот с ребятами из Кипра. Летом в жару сорокоградусную. На сети остался римский акведук. Даже дорогу вокруг него обогнули. Не стали его ломать. Молодцы. Там табличка есть. Провее посмотрим. Здесь даже про него что-то написано. А мы идем вперед, в сторону гор. Слушайте, дорога такая пустынная, странная. В будний день здесь побольше машин, конечно. Сейчас суббота, да. Мотоцикл поехал. Синалит, здоровается. Видите, как идем выше к горам. И пошли хвойные кедры. Видите, как все это. Прямо видно, как в камень корни уходят. Все это кедры. Класс. А мы идем выше. Мечей сейчас будет. Там сады наверху. Вверху сады, да. Никто не собирает эти урожаи. Они падают и снова цветут. Люблю ходить пешком. Сейчас еще погода такая, прям вот кайфовая. Ух ты. Это дыня, да, наверное, или что это? Дыня, это какая-нибудь декоративная, скорее всего. Вот она, лоза пущена прямо поверху подвязана, и плоды свисают. Вот она. Лоза так идет. Завялая. А плоды есть. Вот еще один большой. Как будто попугаи кричат там наверху в садах. Друзья, это район Тосмур. И мы идем туда, в сторону Димчай. В сторону этих... Здесь ходит 10 автобус, но мы решили пешочком пройти. Нельзя сколько его ждать. В сторону, знаете, этих кафешек, которые прямо на реке. Димчай, кафешки. Вот мы туда идем. Небольшую мечеть проходим с одним минаретом. Видите, первая кафешка. Такие вот входы. Здесь картинки, что там есть. Чай, кофе. И вот такая дорога, смотрите. Вот туда. К реке. И вот там на реке первая кафешка. Вот написано Димчай. Друзья, вот мы вышли. Хочу вам показать. Смотрите, вот это мост. Это объездная дорога идет. Вот, смотрите, мост готовый. Вот он сделан и идет. И вот туда туннели. То есть ныряет в туннель и будет выезжать там где-то, наверное, в Махмутларе. Вот. Дорогу то есть делают. Практически идти готовы. Не знаю, в каком году откроют это все. Но смотрится это все очень даже неплохо. Вот такая она дорога. Эстакады, мосты. Все сделано. Здесь вот местные живут. Такие вот дома. С видом. Красивые. Петушки. И сады у них. Видите, опять же, апельсины, мандарины. А мы идем вниз. Уже недалеко нам осталось. Просто вот хотел показать этот мост. Хорошо смотрится, красиво. И наверху, смотрите, дом строят. Не знаю, это жилой дом или это к университету относится. Или гостиной. Потому что за этим бугром университет. Аланийский. Кайкубат. Я его тоже как-то показывал. Одно из передач. Мы там гуляли с Миланой, с Аней. И были в восторге. Там целый большой прям городок, кампус. Там много молодежи было. Милана тогда была в восторге. И сказал, ух ты, я хотел бы здесь жить. Кругом одна молодежь. Они говорят, кто играет на чем-то. Где там музыка, в кафешках сидят. То есть, знаете, такой город молодежи. Так здорово. Мы тогда погуляли. И Милан сказал, о да, студенческий городок. Я прямо, говорит, хочу здесь учиться и жить. То ли садовник, то ли охотник за привидениями. Видите, он такой охотник за привидениями, Ира. Вот эти мосты. И мосты уходят туда, в туннели. Вот, ребята, здесь овощная лавка. Маленький магазинчик. И практически мы пришли. Вон там, где есть машина. Там вот и есть это Нателло. То есть, от остановки мы вышли на АД-400. На остановке прямо рядом с мостом через реку Димчай. И ровно 30 минут у нас вот до сюда заняло. Шли мы спокойным шагом. Что-то снимали, фотографировали. Поэтому, когда я шел в июле в 40 градусов, показалось, что нескончаемо долго. А сейчас быстро. Друзья, мы прошли мимо. Идем вот немножко вперед. Два дома жилых там, таких пятиэтажных, шестиэтажных. Я давно их смотрел, видел картинки. Красиво. Красиво в том плане, что очень хороший подход к реке от них есть. Вот не знаю, если пройдем, покажу вам. Если там открытый вход, посмотреть. Интересно. Но квартиру здесь, конечно, иметь бы я не хотел. Красиво на территории. Но выйдешь вот так, как сейчас мы. Вот что здесь? Далеко до моря. До всего далеко. До моря далеко. Магазинов нет. И если ждать десятку автобуса, он очень редко ходит. Неизвестно как ходит. Машина нужна. Тут, друзья, похоже, закрыто все. Так что мы не пройдем. Сейчас я так сниму. Территория красивая, видите. То есть ты заходишь в тишине вроде. Территория. И вот у них что хорошо. Вот там река протекает, видите. Можно выйти сразу к реке. А, это другой дом. Это частный. Вон там речка, видите. Нам надо пройти к большому. Немножко обошли. И вот здесь такая улица к реке. Пойдемте посмотрим, здесь подойдем мы или нет. Интересно. Никогда здесь не ходили. Такие, знаете, тихие улочки с петушками, курочками. И птички-воробьи кругом в листве чирикают. Да, здесь интересная улица. Слушайте, ну хороший дом. Ведь никак не пройти. Все закрыто. Все ворота перекрыты. Так что к реке мы, походу, не пройдем. Видите, Kingdome River дом. Еще один дом. Еще три дома квартирных. И никак к нам внутрь не попасть. Здесь, смотрите, виллы старые. Очень симпатичные. Там тоже вилла. И это Prince Garden комплекс. И не пройти. А вот здесь никак закрыто. Тут какие интересные, слушайте, дома. Это прямо дома или виллы. Вон там тоже дом, смотрите. Ну, ничего не ухожено. Территория, видите, все завертло. Там бассейн. Бассейн спущен. Здесь машина стоит. Здесь живут и топятся. Видите, дым из печки идет. А, это такой двойной дом. На двух человек. Вот один вход. И здесь второй вход. Интересно, в тишине. А наверху вон там строят. Дом с видом, я называю. Слушайте, да, здесь такая улочка старых вилл. Вот знаете, как круто. И вот там река, слушайте, за ними. Ну да, вот тоже виллы. Но там тупик. А вот тут мы выйдем к речке, пойдем. Сюда вот можно выйти. Здесь тоже чей-то дом большой. Какой интересный, современный. Ой, да, друзья, лимонов. Красиво. Тьма. Сейчас здорово посмотреть, друзья. Смотрите, какая полноводная река. Как мощное течение такое. Потому что летом она такой маленький ручеек превращается. Когда нет дождей. Я стою под грейпами. Это вот они падают. Вот так вот валятся. Вот так вот все нападано грейп. Да, видите, много грейпов. Собачка там идет. Слушайте, посмотрите, здесь как здорово. Лестница идет прямо в воду. Вот такая вода, цвет какой красивый. И вот так вот можно спуститься. Я говорю, когда воды мало, она, эта лестница прямо идет еще туда ниже. А сейчас она в воде. Здесь от каждого дома вот этот модный дом. Видите, у нее подход забор. Забор. И вот дом закрытый. Собачка пришла. Слушайте, как здесь красиво. Посмотрите. Река течет оттуда. Тихо. Только приятное журчание реки. Слушайте, классный цвет такой интересный. Юречки, не знаю, передаст там камера. И вот выход, видите, с виллы. И вот там вот, где эти гуси, вот утки поплыли, там вот выход из большого дома квартирного. Собака к нам пришла потереться, погладили. Такой дружелюбный, большой пес. Красиво здесь, да, утки вот оттуда выплывают. Вот там вот выход с квартирного дома. И у них там, я когда по видео смотрел, прямо такая большая терраса сделана с мангалом. Собачка, смотри, по водичке ходит. Сейчас за уточкой нам поплывет. Ютки крякает. Как здесь приятно. Слушайте, тихо. Друзья, насладились мы этим приятным видом, приятным журчанием воды. Ну, пойдемте. Зачем, зачем мы сюда пришли? За маслом ШИ. И творог, наверное, если есть. Да, и творог, если у них есть, то творога тоже купим. Зашли еще на одну такую турецкую улочку. Слушайте, здесь интересные дома. Здесь чисто турки живут, никто другой. Потому что, смотрите, у них вот дом, и они, видно, топят дровами. Видите, дрова сложены. Дом такой, конечно, так себе топится все. Но там дома есть получше серые. Раньше, говорят, топили углем, но от угля, знаете, ветра очень мало. Нету, и от угля, и он тяжелый дым. Он не уходит вверх. Он садился весь вниз. И дышать было просто невозможно. Говорят, что реально не продохнуть было. И полиция стала штрафовать. Те, кто топит углем, их можно вычислить сразу по этому дыму. И больше. Ну да, он такой сизый, столбом стоит. Не столбом, он вниз стелится. И дышать никак. Сначала, потом, да, стелится. И очень сильный захарактерный запах имеет. Да. И поэтому стали штрафовать. И больше углем. Мы один раз, три года назад приехали, немножко чувствовали, кафе какое-то топило. Сразу, понимаете, сразу чувствуется одно. А представьте, когда все топят углем. Это вообще жуткое зрелище. Поэтому дровами. Вот здесь, видите, такой дом. Застекленные балконы, хорошие машины стоят. Да, это уже сделали новые балконы. Балкон маленький. Сделали, как террасы такие. Вот здесь такие по новей дома. Ну, не по новей, они как бы получше выглядят. А впереди уже гора. Здесь в конце, около горы, где дома заканчиваются, смотрите, целые сады мандаринов. Все, апельсины. Апельсины, да, наверное. И там парники. В парниках, я думаю, бананы, да. Интересно, никогда здесь не были. Вот такая улица. Какое-то дерево наше, не знаю точно какое. Смотрите, начинает раскрываться почки. Это январь, середина. И пошли почки уже, надо ли. Авокадо, вот видите, еще сезон продают его. Уже новые начинают цвести. Видно. По-моему, да, видно. Мандариновые деревья. Уже сезон отошел. Ведь их никто не собирает. Они так и пропадают на деревьях. То есть засохнут. Все осыпятся. Уже скоро будут цвести новый урожай. Старые никто не собрал, видите. Здравствуйте. Мы опять. Я даже вас не узнала. Вы же всегда толпой. Машины нет. Втихаря вот куда-то нам вышли. Мы пешочком прогулялись. Да, пешком. Да, да. Погода хорошая. А почему не позвонили? Он бы хоть сто с мурава забрал. Да зачем? Мы гуляемся. Со спокойным шагом. Да? Куда нам торопиться? У нас масло кончилось. Это ши или чай. Нету, да? Нет, должна быть одна банка. А, есть. Потому что я знаю, что я недавно у меня брюхи. Я продала. Я еще такая думаю. Так, еще что мы возьмем. Пойдемте. Конечно, у нас по прохладе. Не сразу говорю. Хорошо. Ой, нет, хорошо. Еще елочка. Смотрите, сегодня старый Новый год. Так и сегодня и наш старый Новый год. Сегодня. Хочу поглазиться. Свечи начала делать. Соевые. Ух ты. Вот это сегодня сделала. Это десертная. Ну, типа как пироженковые. Красиво. А пахнет? Нет. Ой, прямо кофе пахнет. Не кофе. Это мокро кофе. Карамель. Да. Вот, короче, разные. Это с сухотетами сделают. Подарочные варианты у тебя такие. Да. Мылом мы пользуемся. Пока у меня есть время, короче, что-то там творю. Нравится. А цвет масла зависит еще от молока. Масло рассказывает. Сейчас мы берем вот масло шеи. Более, как бы, светлей. Вот. И берем вот эту семечку тоже. Тыквенное у нас закончилось. Так, в общем-то, все у нас пока. А вы сколько мыло. Пришла зима, у тебя мыло. Ну да. Да, мыло вовсю готово, чтобы нам потом... Рассказывай, рассказывай мыло. Так, ну что, это у нас дегтярное. Очень полезное. И голову. Это, да, с хозьим молоком. Это первая партия, это вторая партия. Цвет, потому что добавили мыло, это масло, дикое фисташко. А он такой насыщенный, такой желтый. И цвет такой голевый. А это светлее, да. Это у нас орегано. И вот как раз дикое фисташко. Масло. Еще по-турецки, менингейч они вымыли. Да. Ну и чтобы... Все время хочется чего-то добавлять, чтобы улучшить свойство мыло. Что-нибудь еще новое ты сварила? А, ну, гранатовый соус появился. А, шарам. Типа вот такой, да? Да. Для мяса. Да, но он прямо из тон. Кунжутная паста. Это вот это? Да. Это мы в Манавгаде прямо на заводе берем. А вот это сбоку у тебя? Это мед. Кормится точно. Так что, ребята, тут есть. А это вот? Это пыльца. Пыльца. Обычно чайная ложка пыльцы, чайная ложка меда. Это вот у кого бронхи, да? Ну, это всем полезно. Там очень большая группа витаминов. Вообще все, что связано с медом. Пыльца, перга, вот эта маточная маточка, это очень сильные вещи. Реально очень сильные. Прям желательно употреблять это постоянно. Ну, мне прямо нравится. Я беру чайную ложку пыльцы, чайную ложку меда. После масел это мой десерт такой идет. Кладезь здоровья здесь. И вот масло это оливковое. Оно сильно отличается приятно по вкусу, чем я покупала на рынке. На рынке то ли мне с горчинкой, то ли с каким-то неприятным. Нет, просто на рынке оно не натуральное, потому что они его бодяжат. Вот видимо так и есть. Я не могу. Не видимо это сто процентов. Так и стоит. Оно не прогоркло. Я не могу сказать. У него посторонний привкус, который мне не нравится. Многие вообще, что самое лучшее они делают, они выкупают использованное масло у фабрики, которые чипсы используют. Представьте. Мало того, что эти чипсы жарят на самом ужасном масле. Типа подсолнечном, непонятном. А плюс еще, когда оно уже использовано, добавляют туда чуть красочки. Многие приходят, почему у вас масло не зеленое? Да с чего оно должно быть? Да вот у меня зеленое. Да не должно быть. Вот зеленое у меня одушку делают. И вот типа продают под оливковым маслом. Блин. Ну а зачем так? Чтобы деньги? Кажешь зачем? У бабушки такая бабушка вся, я думала у нее там хозяйство. Я не могу его. В лучшем случае, что они сделают, они возьмут оливковое масло процентов 30, да? А 70 это будет либо пальмовое, либо хлопковое. Ой, ребята. Вот я поймала этот вкус. Нам лично звонили, звонили люди, которые на рынке торгуют и говорят, ты делаешь хлопковое масло? Он говорит, нет, не делаю. Зачем? Разбавлять, оливковое масло продавать. Вот я видимо и попалась на этом. На рынке никогда не покупать. Это мы давно-давно еще купили, оно так и стоит. Все, кто ко мне приходят, такая же история. На нем можно жарить тоже? Я на нем жарю. Когда что-то крупное, я его чуть-чуть и побольше вот этого. Да, вместе. Нормально. Да, но это отличается прямо я. Слушай, надо было творог еще мы хотели. Творог есть у вас? А, творог есть, да. Сколько? Думаю, пачку. Килограмм, да? Килограмм не намного. Да, давайте, да, килограмм. Ну, давай поменьше. Ну, давай поменьше. Сырники. Побольше давайте. Давай побольше. Побольше? Мы его с вареньем. И так съедим, да. Сырники не делайте? Мы так любим. Ну, тут не совсем килограмм. Ира говорит, соскучилась, творог хочу. На сто шестьдесят килограмм. У нас там один такой элитный парфюмерный магазин был. И я в сырье хожу, так их нюхаю. А когда закончилась суть, я себе купила. Утром, но это все, я в супре. Мы пришли, сейчас даже дождик небольшой. Нет, они очень держатся. Казалось бы, когда ты только их нюхаешь, кажется, что они такие сильные. Да. Их надо совсем чуть-чуть. Их надо совсем чуть-чуть. И у них очень красивый шлейф потом остается. И поэтому я их всегда знаю. Вот эти духи я запоминаю. Духи моей молодости. Сразу ностальгия такая, знаете. Ну, давай рюкзак. Мальчик мой, мой любимый Дед Мороз. Какой у него доброе лицо. Кадан Камуш вели чок в семье Нуайбаба на такое вот доброе лицо. А мы энергичек взяли. И ким за энергичок взяли. Хорошая энергия. Энергия, говорит, хорошая. Так, вам грейпфрукты в подарок ложить. Вы едите? Иди, в любимый. Давай. Домарус. Спасибо. Отси нарвал намалии грейпфруктов прямо с дерева. Они такие вкусные. В прошлый раз тоже он давал. Шикарные. Вот это дорогая тыгушность. Видимо, да. Спасибо большое. Не, ну реально они классные. Можно либо суп, либо так. Но мы так едим. Да, они очень полезные. И, кстати, здесь витамина С больше, чем апельсина. Да, мы сейчас и попробуем. Как раз засунете. Вот как раз на масле хир. Обжарите на маленьком огне очень вкус сыр. Да, сыр нам подарили. Ребята, телефон я оставлю. Ребят, так что звоните. У них даже есть доставка. Они могут даже привезти вам на адрес, если уж надо срочно куда-то. Вот договоритесь, когда созвонитесь. Или сами. Я оставлю локацию. Приятного места тоже можно выбрать. Все. Спасибо. Всего доброго. Бай-бай. Бай-бай. Назад мы идем опять по красивой набережной. А там, смотрите, вдали у моря такое синее тучи. Такое чувство, что вечером дождь зарядит. Посмотрим. Деньчая река. На той стороне Кистель. Комплексно. А там, друзья, вдалеке горы. Смотрите, как здорово их видно в солнечном свете. Ближе приблизить не могу. Они как бы солнцем озарены и немножко снега наверху. Красиво. Вышли к морю. Посмотрите, как красиво. Облака разверзлись и оттуда прямо лучи и солнце. Да, наверное, не будет. Потому что туда, если ведешь камеру, там чистое небо. А здесь, видите, как красиво. Очень. Друзья, мы дома. Такая у нас получилась прогулочка. Очень хорошо прогулялись, прошлись, аппетитно гуляли. Много чего посмотрели. Столько садов. Мне восторг. Воробушки. Вот это как весна. Они меня прям прикалывают. Слушайте, да, интересная прогулка получилась. Вроде как и по делу сходили за масочком. И приятное с полезным, короче. Да, творога накупили. Сыра довольные такие. Ага. Сыр взяли такой, который можно пожарить. Ну, он подарил нам, кстати, этот сыр, который пожарить. Мы попробуем его жареный. Вот. Ну и творога взяли. Алира тут сказала, что она по творогу соскучилась. Ну да, по такому по-хорошему, по-домашнему. Ну, попробуем. Его можно йогуртом, ну, цветным развести. Типа, там, таким, ну, насыщенным ягодами. Вот такие йогурты есть. Можно со сметаной. Можно сделать и, как это, запеканку. И сырники. Сырники можно сделать. Да. Но я вот чувствовала такое, как у малышки. Вот захотела творога. В общем, ребята, если понравилось, лайк и подписка. И Сереге будет приятно, а вам не трудно. Всем всего хорошего. Еще, друзья, просьба. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там выходят новости. Вот мы прошли, сделали какие-то фотки, короткие видео. Я их сразу же, в этот же день сразу выкладываю. А видео будет немножко позже. Так что, кто хочет быть в курсе, вот сейчас здесь всплывет QR-код. Наводите камеру и нажимайте на ссылку. Переходите и подписывайтесь на телеграм. Всего наилучшего. Со Старым Новым Годом. Всех, да. Со Старым Новым Годом. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok